Храбрые дети Русские люди очень храбрые, это всем известно И взрослые храбрые, и многие дети тоже почти ничего не боятся Это очень приятно знать, что у нас такие храбрые дети Не знаю, конечно, как насчет самых маленьких, которым по 5 или там по 6 лет Насчет таких малышей я вам ничего не могу ответить Вы уж сами разбираетесь в этом вопросе Храбрые вы или нет, скорее всего, я так думаю, вы тоже не из пугливого десятка А что касается детей, которым исполнилось по 10 или 12 лет То это уже определенно храбрые ребята Это видно хотя бы по одной истории, которую я хочу вам рассказать Эта история произошла в самом начале войны Когда фашисты напали на нашу страну Они напали на нашу страну как разбойники и как дикие звери Их самолеты стали бросать бомбы на наши деревни и города Они этим хотели напугать нас Но нас не так-то легко напугать Поскольку среди нас очень много храбрых людей И вот в самом начале войны летит, представьте себе, по небу фашистский самолет Наши пушки стали стрелять и подбили этот самолет Он загорелся в воздухе и стал падать Не знаю, сколько было фашистам на этом самолете, сколько их было Известно только, что один летчик успел выброситься из горящей машины Он выбросился с парашютом и плавно спустился на одно поле А на этом поле работали ребята одной здешней школы И самому старшему из них было 13 лет Он присматривал за ребятами, чтобы они правильно работали и не убегали А работа у них была интересная Они выкапывали картошку и накладывали ее в мешки Они это делали потому, что многие взрослые были на войне И некому было убирать картошку И вот работают они и вдруг видят такое происшествие Фашистский летчик спустился на их поле Он спустился около самого леса Выхватил револьвер из кармана и хотел стрелять Но, увидев, что это ребята, не стал стрелять Спрятал свой револьвер и, наверное, подумал Такая мелочь, как эти дети, мне совершенно не опасно И сам вытащил из сумки карту и стал глядеть на эту карту Чтобы узнать, где он находится и в какую сторону ему бежать Старший из ребят, Пятюшка Соловьев, сказал ребятам Нельзя допустить, чтобы этот немецкий летчик убежал Давайте возьмем его в плен Тут некоторые даже засмеялись Говорят, как же мы его в плен возьмем? Это взрослый мужчина с револьвером А мы маленькие, неопытные, в плен никогда никого не брали И даже среди нас находятся такие малыши, как Санька и Васютка Которым всего по 8 лет Пятюшка говорит Зато нас 45 человек Давайте подойдем к нему ближе А когда я свистну Все в одно мгновение бросаетесь на него Одни хватаете его за руки Другие за ноги Третьи держите за волосы Четвертые за штаны И тогда как-нибудь мы его одолеем И вот ребята подошли поближе к фашисту И стали на него смотреть Будто интересуются им А тот и внимания на них не обращает Дескать, безобидные детишки Мелочь Не боюсь я их Тут Пятюшка свистнул свои пальцы И все ребята в один момент бросились на фашиста И они бросились с такой быстротой И с такой силой Что фашист от неожиданности упал в траву Он упал в траву и стал бороться и кусаться И хотел вырваться Но ребята, ребята не выпускали его Он отбрасывал некоторых ребят в сторону Но те снова наседали на него И наконец цепились в него со всех сторон И так крепко, что фашист уже не мог двинуться Особенно помогли делу трое ребят Которые держали фашиста за волосы Они так держали его, что фашист прямо взмолился Он закричал Дети, прекратите ваши шалости Отпустите меня, иначе я вашему учителю пожалуюсь А главное, не дергайте меня за волосы Мне же больно И тогда все дети засмеялись А Петюшка сказал Нет, это не шалости Мы вас взяли в плен Сейчас свяжем вас и поведем в деревню А что касается волос То пока будьте добры Потерпите Это уж не такая сильная боль Чтоб кричать на все поле Тут Петюшка взял веревку Которая лежала у них на мешках И стал связывать фашиста Сначала он связал ему руки Потом на голову надел ему мешок И тоже завязал его вокруг шеи Наконец связал ноги Причем так связал, как связывают ноги лошади Чтоб она не убежала Но чтоб могла тихонько идти После этого Петюшка велел фашисту встать И в таком виде они повели его в деревню Но тут выяснилось Что не все ребята могут идти в деревню Некоторые из них пострадали довольно сильно У одного была сломана нога У другого вывихнута рука У третьего подбит глаз Всего пострадало семь человек Но зато фашист был взят в плен И вот ребята привели этого фашиста в деревню А через деревню в это время проезжала военная машина И в этой машине находился один полковник Этот полковник очень смеялся Когда узнал, как ребята захватили фашиста Он всех ребят поблагодарил И повез фашистов в штаб А перед этим он взял в свою машину Всех пострадавших ребят И отвез их в госпиталь И там им всем оказали медицинскую помощь И вскоре они все поправились И вернулись в свою школу А через месяц ребята получили письмо С благодарностью от военного командования Недавно я видел это письмо В очень красивых выражениях Военное командование Красной Армии Благодарило ребят за их храброе и мужественное поведение И все ребята были очень рады и довольны Что они получили такое письмо